Если верить опросам, Владимир Зеленский значительно опережает действующего главу государства. На старте президентской гонки подобного финала не ожидал, кажется, никто. Украинский премьер не единственный. Успех сопутствует несистемным кандидатам и в других государствах. Об этом авторский комментарий Михаила Леонтьева в «Однако». Однако, здравствуйте. Время клоунов. Клоуны различных амплуа наполняют подмостки самых образцовых западных демократий. В этом смысле украинский выбор стадиона для проведения дебатов был, безусловно, выбором европейским. Лучше стадиона мог быть только цирк. Вы знаете, я остаюсь сейчас на этой сцене. Мог ли я когда-то себе представить, что я обычный парень из Кривого Рога? Буду бороться за кресло президента. Вот стою я перед вами. Простая русская баба. Можем битая. Попами пуганая. Рогами стреляная. Живучая. Вот когда вам рассказывают про выборы, демократию, задача любой политической системы обеспечить воспроизводство власти действующей элиты. Демократия, автократия, монархия. Власть воспроизводит себя любым адекватным способом. Или не воспроизводит. И это называется революцией. Уничтожение старой элиты новой. И только это и есть революция. Все остальное, майданы, цветные перевороты, симуляция. Одинаковые партии с неотличимой друг от друга платформой. В Америке республиканцы и демократы. В Германии христианская коалиция социал-демократы. Во Франции галлисты и социалисты. В Британии консерваторы и либористы. Поочередно сменяющие друг друга идеально обеспечивали воспроизводство и преемственность власти действующей элиты. С рождения либеральной демократии и до конца 20 века политические элиты более или менее контролировали доступ к избираемым должностям. Теперь этой эре пришел конец. Это происходит везде, пишет Нью-Йорк Таймс в статье о коллапсе основ современной демократии, в которой истеблишмент управлял народной волей. Она уступает место новой системе, которая одновременно и является первобытной, и принадлежит 21 веку. Время клоунов. Вот это то, что автор Нью-Йорк Таймс называет новой первобытной системой 21 века. Только это не новая и не система. Это защитная реакция системы на антисистемный антиэлитный бунт. Помните, низы не хотят, верхи не могут. Революционная ситуация, однако. Но кто бы мог подумать, верхи не хотят революции, а низы не могут. И тут появляется клоун. Сублимация. Пришествие невозможного Трампа в Америке предшествовал британский Брэкзит с натуральным рыжим клоуном Борисом Джонсоном, который рано или поздно сменит унылую Терезу Мэй на посту премьерства. Во Франции шоу с Макроном, который выскочил на выборах как черт из табакерки. Наконец, итальянские пять звезд. Движение, входящее в действующую правящую коалицию. Антисистемное движение, созданное просто профессиональным клоуном Беппо Гриво. Спасибо всем. Спасибо вам. Большое спасибо. Я верю, что мы сможем прийти. Большое спасибо. Мы сможем прийти и сломать эту систему. С нормальными людьми. С другой ментальностью. С ментальностью 21-го столетия. Мы же говорим, выбор европейский. Вот с немцами только проблемка. У них уже был один клоун. Сильно наследил. Однако, то была все-таки первобытная система 20-го века. Наше время клоунов – это защитная реакция системы на болезнь. Или беззащитная. Потому что это ненадолго. Двух клоунов подряд даже в цирке не показывают. Для них играет тушь, горят глаза. А мною заполняют перерыв. А-а-а-а-а, реле кино. Однако, до свидания. Субтитры подогнал «Симон»